Всем привет! Чтобы быть здоровым и не тратиться на другие лекарства, достаточно начать с домашней уборки. Некоторые вещи вредят нашему здоровью, даже если мы этого и не замечаем. Обратите внимание также на освежители воздуха. Эта прекрасная и незаменимая вещь на самом деле является опасным химикатом. Распыляя освежитель воздуха в закрытом помещении, вы рискуете отравить себя от своих близких. В своем составе такие спреи имеют эфиры фтоловой кислоты, которая крайне отрицательно влияет на организм человека. Для женщин этот химикат особо вреден, так как влияет на репродуктивные способности. Отличным аналогом для освежителя воздуха станет аромомасла, которые не только наполняют дом приятным ароматом, но и благоприятно схожутся на самочувствии. Также посмотрите на старую мочалку. Вы помните, когда последний раз меняли свою мочалку? Ей уже, пожалуй, больше 4 месяцев, поэтому срочно пора выкинуть этот предмет и сменить его на новый предмет гигиены. Даже если мочалка очень удобная и дорогая, нужно отправить его в мусорный бак и пообрести новую. Также, как и косметика, мочалка является благоприятной средой для размножения бактерий и вредных микробов, поэтому пользуя старой мочалкой, вы больше наносите себе вред, нежели приносите пользу. Также посмотрите на контейнер для контактных линз. Это приспособление необходимо менять раз в 3 месяца. Пренебрегая этим правилом, обладатель линз рискует приобрести глазную инфекцию. Дело в том, что на поверхности контейнера по истечению времени образуется такая пленка, которая притягивает всю грязь и микробы. Даже если промывать этот контейнер, гарантий стерильности все равно не будет. Поэтому важно своевременно менять контейнер для линз, потому что глаза для человека это очень важно. Будьте внимательны. Посмотрите также на просроченные лекарства. Действие просрочных препаратов на организм человека известно каждому, поэтому их употребление категорически запрещено. Но в домашних аптечках часто хранятся упаковки с лекарствами, чей срок уже давным-давно истек. Поэтому из-за невнимательности или спешки возможный риск принять просрочное лекарство. Чтобы избежать такого инцидента, рекомендуется проводить ревизию домашней аптечки и выкидывать препараты, чей срегодности прошел уже давным-давно.